доброе утро всем сегодня пятница 13 января я приготовила завтрак в лаваше у меня творожный сыр и куриный рулет салат айсберг и одно яйцо еще будет чай ложка творога со сметаной и каплей джема и чай вкусный всем приятного аппетита хорошей рабочей пятницы удачи во всем все будет замечательно я вас еще раз приветствую привела себя в порядок нам дали электричество утром не было смогла привести голову в порядок потому что нет света нет воды ну и фен не работает в общем все хорошо сейчас мы с лёшей держим путь по адресу который мне дал коллега по поводу аренды кресла находится кресло в районе нивки рядом как раз станция метро это наверное очень удобно для тех кто будет добираться с других районов киева ну как раз засеку будем ехать общественным транспортом специально для того чтобы засечь сколько времени тратится на дорогу вот вчера разговаривала с хозяйкой кабинета вроде бы меня пока по телефону все устраивает но хочу собственными глазами убедиться и посмотреть пожелайте мне удачи хочется чтобы приехать и и остаться там и больше никуда не ехать это было бы идеально у sony были занятия по мобильному интернету слава богу он вроде бы такой неплохой некоторых уроков конечно не было но основная масса была и еще будет у нее сегодня английский дополнительный а мы побежали по делам так ориентир будущим пациентам вот тут такая церквушка рядышком есть на доме вот такой красивый мурал рядом метро нивки и метро святошин пациенту да была я уже в кабинете сейчас я на себя камеру переведу была я в клинике в клинике три кабинета в двух кабинетах по одному креслу установки и в одном кабинете две установки в основном женский коллектив парней я не увидела несколько медсестер санитарка хорошие установки современные есть рентген есть комната ожидания красивый аквариум стоит туалет и комната где персонал кушает переодевается чем все нормально есть много свободных смен на данный момент но потом некоторые по приезжают они сейчас в отпусках она сказала так что начнем работать аренда дешевле чем у андрея и платить нужно за смену не за месяц вперед и когда мы работаем на генераторе то тогда еще доплата добит за бензин это понятно генератор тут не такой мощный в час он расходует два литра и разделить на всех врачей получится даже дешевле чем у андрея за бензин платила так что так ребят я думаю я на этом месте остановлюсь добирались мы с лёшей полчаса я считаю для киева это идеально и маршрут был один то есть без пересадок мы пришли на остановку сели на 90 маршрутку она еще и государственная единственное что когда будет воздушная тревога она не будет ездить поэтому мне нужно будет какой-то еще транспорт выбрать чтобы за запасе был в общем приезжать нужно где-то за час на работу чтобы точно успеть все едем домой немного мы под замерзли зашли в элморт здесь есть электричество и можно выпить вкусный кофе класс в комментариях под последним видео идет бурная дискуссия по поводу того как мы жили прекрасно все 8 лет во время ну с 14 года очень много хочется вам сказать по этому поводу но не здесь я просто сейчас эти комментарии прочитала я приду домой расскажу что я думаю по этому поводу и как это было на самом деле и это касается не только торецка но и донецка а кто в теремочке живет и хорошие поближе вам с ним сидят ждут мои сладенькие он еще один с той стороны выгляду из-за угла как партизан ку-ку-ку тут вот видите приносят и кашку водичка стоит она конечно замерзла и это и мы корма принесли но на ледяную конечно сейчас я еще насыплю ухты нам запустили трамваи надо поэтому у нас на такие большие промежутки времени выключают электричество фух зарядка для хвоста только что прошла успешно и на улице потеплело по сравнению с тем как мы выходили был очень холодный ветер у нас руки околели лицо а сейчас уже более-менее комфортно и ветер под этих обещают с понедельника потепление у нас обед при свечах при светодиодных фонариках борщ лёша мне по ошибке чуть сметаны ливанул но ничего я не люблю со сметаной меняется вкус борща и черный хлеб с кусочком куриного рулета пока еще все это можно электричество включили поэтому сейчас будет распаковка чек здесь будут продукты для ежедневного употребления для софии для алексея и также для моей программы оздоровления начинаем замороженная клубника хлебцы гречневые и рисовые тут состав крупа рисовая вода и соль здесь крупа гречневая вода и соль класс состав мясо мидий туалетная бумага для уборки за котами творог бананы скумбрия замороженная значит по программе оздоровления мы можем с вами варить запекать тушить либо можно засолить рыбу слабо соленую можно скумбрия считается самой полезной рыбой она жирненькая и самая-самая полезная поэтому одну скумбрию я скорее всего засолю завтра это мы сделаем с вами а одну запеку но это с понедельника когда начнется программа скумбрия по 175 гривен мясо мидий кому интересно 300 грамм 85 гривен клубника 400 грамм 54 90 акция на клубнику было потому что мне и сладкого можно будет только ягодки сонечка естественно со мной вдоль и зелень куда же без зелени здесь у нас рукава мангольд и мизуна если правильное ударение ну наверное мизуна да заходили в хороший магазин мяско называется и купила домашнюю курочку вот такие окорочочки красивые желтенькие по сто двадцать девять гривен килограмм три окорочка получилось на сто семьдесят по моему где-то так это тоже запекать зелень укроп петрушка цветная капуста очень дорогая ребята надо будет на рынок съездить посмотреть там цены в элмарте по сто двадцать восемь гривен килограмм это капустина на сто тридцать восемь гривен это тоже для оздоровительного питания по программе оздоровления можно шоколад пару кусочков либо один кусочек как у вас получается по вашему самочувствую по вашему желанию 80 плюс чтобы был процент содержания какао бобов замороженная ожина 85 гривен тут 300 грамм и черная смородина замороженная 69 42 дома ребят в морозильной камере у меня все это есть больших количествах ё-моё с нашей дачи но но сожалению один кабачок по 75 гривен с копейками тут на двадцать одну два авокадо таких небольших мягенькие хорошенькие авокадо по двадцать девять девяносто четыре по 30 гривен два огурца огурцы по сто двадцать восемь дорогие и ребята купила вот такую буженину запечен у от фирмы я трань это рекомендация тоже по оздоровлению потому что тут очень хороший состав натуральный продукт по 443 гривны на 276 по кусочку утра на вот хлебец гречневый или рисовый будет очень очень вкусно можно конечно делать все самостоятельно ну пока купили потом посмотрим на данном этапе это пока все покупки но я хочу вот сегодня такая суета ездили смотрели рабочее место и в элмарте выключили электричество в общем было такое хаос поэтому я хочу завтра сесть внимательно изучить еще раз продуктовую корзину благо время еще есть и и выписать еще необходимые продукты которые нужно купить мне нужно сделать уборку в морозильной камере чтобы это все у меня поместилось хорошо запланировать что и когда я буду кушать и приготовить уже первые блюда но самое главное завтра засолите скумбрию буду разбирать покупки до пятнадцатого года когда начали действовать минские соглашения в городе торецкий было очень неспокойно было очень громко мы прятались и в подвалах и сидели и без воды долгое время без отопления особенно зимой пятнадцатого года я помню хорошо у сони был день рождения мы временно жили у родителей в центре потому что на микро не было слишком громко не было отопления не было воды и обстрелы были очень жесткими то же самое происходило и в донецке и в горловке все это прекрасно знают все это видели у меня подруга погибла в донецке четырнадцатом году в мае она отправляла сына на учебу в киев кстати все это было но в конце пятнадцатого года как раз когда начали выходить влоги на моем канале стало потише можно было уже работать зарабатывать деньги более-менее спокойно жить отдыхать естественно чуть позже у ловы слюши появился цех они начали заниматься мебелью были заказы люди в городе и открывали магазины и делали ремонт и покупали машины и технику все остальное то же самое было и в донецке и горловке точно так же люди нормально жили потому что донецк и горловка намного больше территориально чем торецк и все восемь лет страдали окраины этих городов отдельные районы да действительно все восемь лет и окраины торецка обстреливались и люди там страдали некоторые не выдерживали уезжали ближе к центру либо вообще покидали город у кого как получалось то же самое касается и горловки и донецка есть города которых война вообще не коснулась или коснулась буквально некоторые месяцы например енакиево город жил нормальной жизнью практически все проходили на работы все было спокойно донецкой области и артемовск бахмут и константиновка и дружковка они не ощутили вообще этой войны и слава богу конечно никому этого не пожелаешь я к чему все это веду что начиная с 15 года с пятнадцатого года в донецке были районы которые вообще не обстреливались и там жили знакомые люди которые жили обычной жизнью они в соцсетях выкладывали фотографии своего отдыха они покупали машины они отдыхали они жили обычной полноценной жизнью не весь донецк сидел восемь лет в подвалах не вся горловка сидела восемь лет в подвалах не весь торецк жил восемь лет в подвалах и в торецке очень много людей кстати работала из донецка потому что в донецке были проблемы с работой они приезжали в торецк и работали и периодически ездили через блокпосты к себе домой к родным это тоже было и люди и друг друга не ненавидели они друг друга поддерживали потому что горе общее общая беда поэтому нужно еще раз повторю оставаться людьми и откройте свое сердце для любви и доброты а не то что вы пишите в комментариях ситуация в торецке сегодня очень громкий день сегодня много прилета было на жилков попадание в дом люди слава богу выжили тоже были в другой комнате на нахаловке громко было забалка громко на микрорайоне было снова громко весь город сегодня слушал обстрелы со светом перепады были щербиновка опять была обесточена до душ и не включили юда а на микрорайоне сегодня в пятиэтажка был свет там какие-то ремонтные работы и отключения не должен был а 9 этаж как есть вечером не знаю но интересно ну да слава богу но дай бог так и было а так я всем желаю искренне мира добра благополучия берегите друг друга и цените это сейчас очень очень важно всем пока и до завтра